Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. В прямом эфире программа «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Сегодня мы поговорим о молодежной политике. Гости студии – председатель профильной комиссии Ольга Лащева, консультант-эксперт Роман Клычников и Сергей Курьянов, также консультант-эксперт и председатель волонтерского движения «Один Вол». Здравствуйте! Здравствуйте! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Присоединиться к беседе можете и вы. Наш номер 8495 508 86 84. Звоните. Ольга, я вас поздравляю, можно сказать, с вступлением в должность. Вы совсем недавно стали председателем комиссии. Да, в четверг в прошлом было голосование. Очень благодарна коллегам, что выбрали мою кандидатуру, проголосовали за меня. Буду рада стараться на благо молодежи, на благо нашего района, развиваться. Еще раз спасибо коллегам, что поверили в меня. Наверняка уже есть какие-то планы в голове. Как будете строить свою работу? Планы есть. В понедельник собрали уже в новом составе нашу комиссию. Кого не знала, познакомились. Команда у нас классная. Сразу скажу, очень рада буду со всеми поработать. И далеко идущие планы разработали на четвертый квартал 2018 года. Будем следовать им. Ну, про пенсионный возраст мы теперь все поняли, его увидели. А что касается возраста молодежи, кто может считаться молодым человеком, Сергей? На данный момент от 14 до 35 лет. Это только возрастные рамки? Или, может быть, есть еще какие-то критерии, так скажем, что вот этот размышляет как пенсионер, поэтому какая он молодежь? Или наоборот, а вот этот пенсионер, эта бабулька фору любой девчонки даст? Ну, по идее, пока такие рамки. То есть исключительно возрастом мы это регламентируем. На самом деле, очень интересно, мне кажется, здесь сидят представители нескольких поколений. Роман Николаевич, у вас самый богатый жизненный опыт. Вы можете сравнить молодежь разных, ну, так скажем, времен. В чем сходство, в чем отличие? Ну, наверное, меня можно считать молодежью конца 80-х. Достаточно интересное время. Конец 80-х, начало 90-х. Ну, и опять же-таки, мне, я считаю, повезло, я застал несколько, будем говорить так, эпох и их смену. И, в общем-то, начало, середина 70-х, я очень хорошо это представляю себе, и начало 80-х, середина 80-х. За это время несколько раз менялась молодежная политика, несколько раз менялась мода, увлечение. И, конечно же, рассказать есть о чем, если было бы больше времени, наверное, можно было бы рассказать. Но самое главное, чем, пожалуй, то время запомнилось, это все-таки, несмотря на, ну, скажем так, различные мнения, все-таки самым ценным считалось люди, молодые люди. Потому что, надо сказать, что, если пожилые люди, это все-таки золотой запас, обеспечивающий некую стабильность общества, то молодые люди, это на самом деле будущее. Это будущее защитники, это люди, которые способны двигать вперед прогресс, науку, придумывать совершенно новые, иногда совершенно невероятные вещи, концепции. И, конечно же, к ним должно быть максимальное внимание. И, опять-таки, должна обеспечиваться преемственность между людьми более старшего поколения и молодыми людьми. То есть, более старое поколение передает свой опыт, но не ограничивает, не держит молодых. А молодые, естественно, позволяют тем, кто старше, продлить свою молодость, если так это называется. И в конечном итоге, если уж мы тут пенсию упомянули, обеспечивают в том числе и ее. Вот сейчас, мне кажется, у молодежи свободы-то больше, чем было у вас, когда, да, там, ну, период вашей молодости, вот эти от 16 до 35, правильно? От 14 до 35. Вот, или сейчас свобода на грани вседозволенности? Да вы знаете, уж не помню, кто сказал, что свобода каждого ограничена свободой других. И, наверное, так оно и есть, потому что свобода и вседозволенность разные совершенно вещи. Свобода — это осознанная необходимость, нас так, по крайней мере, учили. Вот, это то, что человек не заставляет себя делать, то, что он делает, потому что он по-другому делать не может. Да, у нас были очень разные люди, и совершенно по-разному они себя вели. Вот, причем степень этой свободы и, опять-таки, формы этой свободы, они менялись, начиная от 70-х и заканчивая началом 90-х. Это огромный диапазон, который сложно сравнивать. Вот, совершенно разные были на тот момент в моде вещи, ценности, музыка, одежда, все что угодно на самом деле. Вот, но, тем не менее, молодежь всегда оставалась молодежью. И мы должны поддерживать ее вот это стремление, не ограничивать, но, тем не менее, как-то определять те, будем говорить так, точки интереса, которые на сегодняшний день, к сожалению, определяем не мы, по большей части. То есть, молодежь увлекается вещами, которые, наверное, не стоило бы увлекаться, и мы не предлагаем ей чего-то более привлекательного. Альтернативы, да. Да, альтернативы. То есть, если говорить про СССР, то СССР предлагал все-таки молодым людям довольно интересный досуг. И каждый мог им воспользоваться. Для этого не нужно было быть богатым человеком, для того, чтобы, допустим, заниматься прыжками с парашютом, планером, например, или какими-то другими видами спорта. Можно было просто пойти в кружок, в секцию, записаться, и в ней совершенствовать себя сколько угодно. Да, в конце концов, если ты не был способен к спорту, можно было читать книги, развиваться совершенно... Сейчас с этим все сложнее. Сейчас у нас есть интернет и социальная сеть, в которых молодежь, собственно говоря, тонет. Вот, Сергей, вот, кстати говоря, касаемо ответственности за будущее, ну, звучит пафосно, но, тем не менее, это так, да? То есть, дынешняя молодежь, это наше будущее. А молодежь ответственность понимает? Сложно сказать. За всю молодежь, да? Скорее всего, нет, чем да. Вы представляете организацию «Один Волу». Расскажите о ней, когда она появилась и чем занимается. Ну, она появилась 4 ноября 2016 года. Самое первое мероприятие наше было «Живу спорту» марафон на Лазутинской трассе. В основном мы помогаем администрации с организацией мероприятий, но у нас есть свои проекты. Один из них «История наших героев», в ходе которого мы ходим по ветеранам, ну, заранее созвонившись с родственниками, и берем у них интервью, чтобы потом уже увековечить их рассказы о войне. Также «Экофест», который проходит у нас уже в третий раз на территории поселка Внеисок. Мы убираем места отдыха жителей, которые, к сожалению, не следят за уборкой после своих, скажем так, шашлыков. Отдыха такого, не очень культурного иногда. И недавно ввели акцию «Собери макулатуру, спаси дерево» на базе Назаревской школы. И мы установили контейнеры, и в них собираем макулатуру. А дальше уже после переработки идут на нужды пока школы. Но у нас в планах уже собирать масштабно по другим уже школам макулатуру и жертвовать деньги в благотворительные фонды. А сколько человек в организации сейчас? На данный момент 42. То есть такое хорошее количество. Ольга, ну вот сейчас мы размышляли об активности молодежи, о том, насколько она понимает свою ответственность. Вот с вашей точки зрения, активна ли молодежь сейчас в гражданском плане или не очень? Я считаю, активна и наша комиссия при Общественной палате. Она помогает молодежи. Объясню, чем помогает. Мы совместно проводим с различными молодежными организациями всевозможные праздники, патриотические всякие мероприятия. И молодежь на фоне этого учится проводить праздники, организации, организовывать себя. То есть я считаю, что молодежь сейчас очень... Вполне себе активна. А сколько молодежных организаций в Единцовском районе хотя бы примерно? Можно сказать? Молодежных организаций на самом деле много, но нет, к сожалению, реестра. И может быть даже наша комиссия займется этим реестром. Из активных могу назвать роботология. 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 Молодежный парламент, избирком молодежный, ДЭМОС, Один Вол вот так же, Победа жизни, вот недавно праздник проводили. То есть их достаточно много? Да, их достаточно много, но хотелось бы, чтобы был реестр. Я могу даже дополнить. На самом деле нет, да и, наверное, не должно быть чисто молодежных организаций. Я уже говорил о том, что молодежь хороша в одном, пожилые хороши в другом, люди среднего возраста в третьем. То есть, как правило, все более-менее работающие нормальные организации, они объединяют в своих рядах разных людей. Иначе ничего, как правило, и не получается. То есть молодые приходят, получают необходимый опыт, растут. Пожилые уходят, сменяются кадры. Это нормально совершенно. Поэтому говорить о сугубо молодежных организациях, наверное, не очень корректно, если не считать только организации такие, будем говорить так, сугубо привязанные к государству, как тот же парламент, например, или та же самая избирательная комиссия молодежная. Там да, там все это отрегулировано. Действительно, это как раньше с комсомолом была ситуация, такая же точно. Хотя аналогии, наверное, некорректные. Потому что комсомол-то одно, а здесь немножко другое. Сергей, вы представляете здесь молодежную организацию. Вот какой бы поддержки вам хотелось от общественников? Побольше участвовать в мероприятиях. У нас все волонтеры после каждого мероприятия спрашивают, когда следующее. Но определенного ответа никогда не даем, потому что нам могут спонтанно позвонить и на следующий день у нас мероприятие. А что входит в обязанности волонтера? Что должен уметь делать волонтер один волк? Ну, в первую очередь, быть человечным друг к другу. А так быть коммуникабельным, общительным. Всегда не на мероприятиях, а даже в повседневной жизни увидеть, кому человеку нужна помощь, помогать. А возраст какой-то должен быть у волонтера конкретный? Или в вашу организацию можно вступить, как Роман Николаевич говорит, независимо от возраста? Именно в нашу можно, да. У нас уже был опыт, что и меньше 14 вступали, ну, как скажем так, на пробный срок. Но в итоге вырос хороший у нас волонтер. И можно, конечно, и старше. Мы рады всем. Роман Николаевич, ну, да, мы сейчас говорили о реестре, который действительно, наверное, нужно создать, потому что сейчас вроде бы молодежная жизнь и бурлит, но как-то то здесь, то там и не очень системно получается. А вот как вы думаете, почему, во-первых, такое разъединение и что нужно для того, чтобы все это собрать воедино, систему некую построить? Значит, для того, чтобы собрать в систему что бы то ни было, необходимо, во-первых, понимать цель этой системы, причем цели, я бы сказал, даже и задачи. Ну, одна из моих специализаций – это чисто управление. То есть я понимаю, как создавать систему, что технические, что системы общественные, какие бы то ни было. Ну, вот, в частности, я сейчас являюсь в районе руководителем организации «За реальные дела», председателя сполкома. Вот, это тоже система, система общественная. Точно так же работаю сейчас в общественной палате, насколько силы позволяют и время. Значит, конечно, первое – это понимание людьми, зачем им это надо, постановка задачи. Постановка задачи у нас может быть сугубо прагматической, например. Люди хотят, ну, скажем, бороться за то, чтобы не было мусора на улицах, например, или чтобы не было на улицах, например, там, я не знаю, всяких безобразий. Люди могут, я считаю, что ничего в этом зазорного нет, хотеть делать карьеру, в том числе политическую, общественную карьеру. Пожалуйста, они могут точно так же вступать в соответствующие организации и там продвигаться, приносить пользу. Это волонтерство в чистом виде, не более того, потому что… Вот. Значит, конечно, необходима, ну, все-таки нормативная база. Вот я тут выписал, на самом деле, огромное количество нормативных актов. Их больше трех десятков принято в отношении вот того, что с молодежью. Но, к сожалению, эти акты, они все очень разрозненные, и они не дают именно практических возможностей. Есть законопроект. Этот законопроект, он с 16-го года уже внесен. Вот он, 42-8-3-4-4. Значит, это федеральный закон о государственной молодежной политике в Российской Федерации. Его следовало бы, наверное, все-таки сделать законом, рано или поздно. Вот. В равной степени, как и нам здесь в районе, и в Московской области правительстве, тоже нужно было бы принять соответствующие законы. И тогда будет проще, я, опять же, не побоюсь этого, кто-то стесняется говорить о деньгах, о материальной стороне вопроса. А почему бы нам действительно не выделять на это бюджетное средство? Тем более, что бюджет, это, я думаю, вполне позволяет помогать талантливым представителям молодежи, например, учиться, создавать новые бюджетные места, например. Создавать рабочие места, опять же. Это уже с бизнесом работа непосредственно. Это, наверное, это тоже есть, даже не, наверное, это есть, но не системно, опять же. Это где-то есть, где-то нет. Так это все очень легко сделать системой, понимаете? То есть в данном случае всего лишь молодежь, да и не только молодежь, просто те люди, которые занимаются этим, общественная палата может участвовать в разработке таких нормативных документов совместно с представителями администрации, думами, советами депутатов, которые так или иначе им занимаются. Это не трудно, нисколько. Если поставить целью. Да, если будет такая цель. Ольга, насколько у нас контактные молодежные организации? Идут ли они с вами на контакт? Можно ли с ними договориться о чем-то? Да, так как я вступила в должность в четверг, две молодежные организации, которые находятся у меня в комиссии, это Демос и Один Вол, легко идут на контакт. Я думаю, что с остальным мы также наладим дружеские отношения и будем друг другу помогать. В конце концов, вода камень точит. Мы все это прекрасно знаем. В Одинцовском районе проводится немало мероприятий, направленных на работу с молодежью. Одно из них – фестиваль «Победа жизни». Его проводят некоммерческая организация «Одноименная победа жизни» и Одинцовский молодежный центр. Я предлагаю вспомнить, как праздник ЗОЖ прошел в этом году. Улица Жукова, Бирюзова, Северная, Садовая, Молодежный. Финиш возле Стеллы. Таков маршрут третьего Одинцовского велопарада, который открыл седьмой фестиваль «Победа жизни». Старт был намечен на 12.00, но сбор велосипедистов начался часом ранее. Поддержать велодвижение приехали и совсем юные любители двухколесного транспорта, и бывалые спортсмены, и дамы в самом расцвете лет. Но правила для всех едины и обязательны. Старше 12 лет. Помимо этого, основным правилом является, во-первых, исправность велосипеда по возможности, потому что на участке велопарада есть одно опасное место, которое мы очень много раз прорабатывали и по возможности прошлись так, чтобы конфузов не случилось. Конечно, желательно, чтобы участники заезда вели здоровый образ жизни, как и все организаторы фестиваля, или хотя бы стремились к нему. Алексей живет в Одинцово. Это его первый велопарад в родном городе. Об участии не раздумывал. Двухколесные движения надо поддерживать и развивать. Известно, зачем привлечь внимание общественности к вопросам велодвижения и здоровья вообще. В Одинцово с велодвижением как обстоят? Дела удобны велосипедистам по Одинцовым передвигаться? Ну, я думаю, никак не обстоят, потому что ни велодорожек, ничего такого особенного нет. Единственное, вот в Лазутинском парке только-то. Перед стартом медосмотр. Маршрут непродолжительный, но нагрузка на неподготовленный организм может оказаться ощутимой. Давление измерено, разминка сделана, можно отправляться в путь. Три, два, один, два, пар! Поехали! Сразу после велосипедистов о радостях здорового образа жизни и материнства гостям фестиваля рассказали супермамочки. Слов на ветер решили не бросать, прибегли к помощи танца. Валерия Филимонова из Слинга уже выросла, поэтому приехала с папой на победу жизни в автомобиле. Но не на обыкновенной иномарке, а на достаточно редкой. Таких в Японии было выпущено всего 16 тысяч экземпляров. Машина достаточно редкая и уникальная в своем роде за счет своих дверей и количества остекления, так скажем. Это заводской вариант? Да, это абсолютно заводской. Здесь изменены только колеса и подвеска немножко занижена. Кажется, в фестивальный день в центре Одинцова можно было найти развлечение на любой вкус. Возле ГДО играли в исторические игры. Напротив обновленной детской площадки расположились военно-патриотические клубы. Рядом со стадионом прошли соревнования по воркауту и панно-футболу, а в волейбольном центре по киберспорту. Тематика развлечений была разная, но цель одна – показать, насколько разнообразным бывает трезвый досуг. Мы видим, что здоровый образ жизни потихонечку побеждает. Это не только у нас в Одинцово, это и общероссийская статистика снижения употребления алкоголя, сигарет. Очень медленно, конечно, хочется быстрее, но вот этот плавный переход, он все равно идет, и молодежь уже выбирает трезвый здоровый образ жизни по разным причинам. Первый фестиваль «Победа жизни» прошел в Одинцово 7 лет назад. Тогда он состоял из концерта и показательных выступлений спортсменов. Сейчас его программа продолжается с утра и до вечера, а число гостей и участников выросло почти в 10 раз. Несмотря на то, что фестиваль очень непростой, и схема проведения квеста, и количество площадок большое, и большое количество волонтеров, со всеми надо это все синхронизировать, скоординировать, любые изменения надо вовремя передать до большого количества людей. Несмотря на все такие сложные моменты рабочие, я лично, по крайней мере, получаю огромное удовольствие, потому что фестиваль делается с душой. Прекрасно, что такие мероприятия проводятся на территории Московской области, пропаганда здорового образа жизни, спорта, активности. В общем, это задает темп все большему и большему развитию моды на спорт. Раньше мода была несколько другая, сегодня спорт в моде, здоровый образ жизни, активность. Это для нашей молодежи крайне важно. Подарить одинцовцам возможность веселой из пользы провести выходной – это далеко не главная цель фестиваля, признаются организаторы. Вдохновить гостей праздника, одержать победу в своей жизни – то, к чему они стремятся в течение семи лет. В прямом эфире ОТВ программы «Разберемся». Сегодня мы говорим о молодежной политике. В нашей студии председатель профильной комиссии Ольга Лащева, консультант-эксперт Роман Клычников. И к нам присоединяется Илья Курбут, также консультант-эксперт и руководитель военно-патриотической организации «Демос». Здравствуйте, Илья. Я так понимаю, что название вашей организации несколько изменилось? Да, раньше мы назывались военно-патриотической организацией, но сейчас, поскольку мы расширили спектр своей деятельности, у нас добавились отделы, многие отделы. Отдел по культуре, отдел по военно-патриотическому воспитанию стал отдельным. Появился отдел СМИ, соответственно, ребята, кто хочет заниматься журналистикой, пишут как статьи, так и сносочки какие-то, могут даже видео снимать. Поэтому мы стали просто молодежной организацией, поскольку спектр стал широкий. Ну а современную молодежь, я думаю, такое понятие, как военная патриотика, больше пугает, чем привлекает. Ну, по той причине, что сейчас именно молодежь такая просто пошла. Поскольку спектр вашей деятельности действительно достаточно широкий, может быть, вы расскажете про какие-то основные мероприятия, которые проводились? Да, конечно. Взять мероприятие отдела по военно-патриотическому воспитанию, мы совместно с военно-техническим обществом, которое работает в Москве, делали бронепробег. Москва, Брест, Москва. Это 2,5 тысячи километров на броне, на советской технике, на старой, верхом, в советской форме просто, доехать туда-обратно. Замечательное патриотическое мероприятие. Как раз это было к 22 июня, возложить цветы в Бресте. Очень понравилось. Отдел СМИ, ну, просто освещает все, что происходит конкретно в районе. Ну, иногда какие-то мероприятия затрагивает других областей. И отдел культуры, соответственно, делает культурные мероприятия, то есть делали вот мы выставку «Артскил». Да, давайте расскажем про эту выставку поподробнее. Наш телеканал ее освещал. Она достаточно большое внимание привлекла общественности, так скажем, пафосно. Расскажите, что на ней было представлено? На этой выставке было представлено множество работ, как свободных художников, то есть люди были там из Завантеевки, из Москвы, откуда-то друзья, знакомые, представляли свои картины. Так и целая организация, такие как школа искусств «Классика», например. За вообще помощь в организации этого мероприятия. Большое спасибо Общественной палате, соответственно. Илья Павлович Савельев тоже очень сильно хорошо помог нам. В последний момент, к сожалению, все мы так спохватились, но как всегда. Но получилось довольно-таки неплохо, интересно. Люди посещали ее, смотрели. Произвело неплохое впечатление на общественность. Илья, опять же, у нас три поколения. С вашей точки зрения, почему молодежь настолько разрознена в Одинцовском районе? Почему нет какого-то единства? Не будем называть это реестром, но почему нет какой-то такой общей организации? Честно, я считаю, что общая организация не нужна, потому что всегда приветствовалась индивидуальность. Если сделать общую организацию, то... Нет, не общую организацию, нет взаимодействия, мне кажется, между вот этими молодежными организациями. То есть они все существуют, они все есть, они каждая индивидуальна. Но вот между ними никаких контактов нет. Хотя, если бы они в какие-то моменты объединялись для каких-то общих целей, то, наверное, эффективность работы была бы выше. Естественно. Основная проблема — это нехватка информации. То есть они мало освещают свои мероприятия. То есть на какой-то узкий круг, в своей группе ВКонтакте или в Инстаграме, или еще где-нибудь. Надо увеличивать просто, пользоваться чаще соцсетями и, соответственно, привлекать как-то телевидение, стараться, чтобы про них знали и слышали. Вот золотые слова. В свое время предлагал, была идея, как бы, предложена мной в администрации Одинцовского района, собрать в волейболке именно вот как можно больше молодых людей и с предложениями, пожалуйста, тот же парашютный клуб, допустим, там, вот организация, допустим, того же Ильи, там. То есть много всяких. Каждый мог бы сказать, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам. Собрали все, а дальше, как говорится, по интересам. Вот. Это могло бы сработать прекрасно. Ну, и считайте, это инициатива некая такая выдвинутая. Скажите, говорю, Ольга, как к инициативе относитесь? Как к председателю комиссии по молодежной политике? Я положительно, да. Я вот еще раз повторюсь. Мы хотим в 2019 году, скорее всего, когда уже со всеми познакомимся, сделать такое масштабное мероприятие, чтобы все организации, вот даже в волейбольном, да, место позволяет, между друг другом познакомились. Можно в виде игры сделать или в виде каких-то батлов, конкурсов, но зато будут все организации знать, что такие существуют в нашем районе. Роман Николаевич, я так понимаю, что у вас есть достаточно интересная концепция взаимодействия с молодежью. Вот каким образом будете работать с Ольгой, с молодыми людьми в общественной палате? Ну, скажем так, концепцию излагать в деталях, наверное, будет мало времени. Значит, мы не будем, мы уже работаем на самом деле, потому что я предпочитаю все-таки скорее дела, чем слова. Вот, и более того, эта концепция, она еще и поправляется самой жизнью, так или иначе. На сегодняшний день главным является привлечение как можно большего количества людей, и с ними уже прорабатывается, что надо делать в первую очередь. Потому что первое, мы толком даже не знаем, от чего хотят. Мы придумываем какую-то игру, она неинтересна, зачем она нужна. Мы искусственное что-то придумываем. Другое дело, что если люди приходят и говорят, нам бы хотелось, нам не хватает, только помогите вот в этом, то с этим можно уже выходить и на общественную палату, можно выходить и дальше, при необходимости обращаться кому угодно. От спонсоров до, соответственно, волонтеров. Я считаю, вот это основа этой концепции. То есть доведение информации до людей, работа с ними. А дальше сами появляются лидеры, сами появляются те или иные кружки по интересам. Вот вопрос лидера, он здесь очень важен, потому что на сегодняшний день, это же не секрет, молодой человек, он в любом случае, я сам это все прекрасно помню, ты хочешь выделиться, ты хочешь как-то, извиняюсь, продвинуться. Как? У тебя возможностей для этого маловато, денег практически никаких нет, значит, надо либо разбить остановку, например, там, либо написать что-нибудь на стене, там, в общем, сделать нечто такое, что, ну, совершенно не приветствуется, и пользы от этого никакой. Только один вред, да. А тут ему предлагают участвовать в чем-то действительно интересном, вот как тот же самый бронепробег, к примеру. Вот. Да, это требует определенных усилий, расходов, организаций и так далее. Они сами возьмут на себя организацию, отчасти и расходы. Но помочь им, в первую очередь, должно, я считаю, все-таки государство. Ну, в лице нашей, допустим, районной власти. Вот. Они вам и так помогают, за что им огромное спасибо, но, тем не менее, все-таки, я, пользуясь случаем, обращаюсь именно вот с такой вот просьбой. Ну, и, естественно, ко всем, кто хотел бы помочь, хотел бы, чтобы будущее было, чтобы молодежь росла действительно хорошая, нормальная. Вот. Потому что жить нам в этой вот среде... Да, жить как-то нам дальше надо. Илья, я так понимаю, что молодежная политика в районе сейчас будет только формироваться, правильно? Ну, общественники будут формировать, правильно, свою молодежную политику. Вот есть какие-то пожелания в этой части? Конечно, есть. Пожелания есть, чтобы ребятам было интересно, чтобы они привлекались как-то к работе, которые впрягались не в порядке принуждения, а именно добровольно. И именно для этого и существуют, я думаю, такие организации, как наша Демос или вот Один Вол. Мы своим примером показываем людям то, что... молодежи, то, что она может делать то, что она хочет. Но грамотно и правильно. Если они будут сидеть дома, соответственно, заниматься ничем там, не знаю, смотреть весь день телевизор, ну, толку от этого никакого не будет. А так они могут реально сделать дела. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Вдруг кто-нибудь сейчас послушает и присоединится к Демосу? На ближайшее будущее мы планируем проводить 1 декабря концерт классической музыки в Мечте. Вот это мы решили уже на собрании. Концерт, думаю, будет прекрасный. Там, по большей части, фортепианная музыка будет, но также будет, может быть, скрипка. Не боитесь, что у молодежи этот отклик не найдет? Молодежь всегда найдет отклик, потому что я знаю очень большое количество молодежи, кто к искусству очень хорошо относится, как к классике, так и к картинам художественным, так и ко всему. Это культура, и ее нужно толкать в массу, потому что сейчас наша культура, ну, мягко говоря, не очень. На заборе только можем написать три буквы, а сделать что-то стоящее для развития. К сожалению, да, бывает по-всякому. И надо делать. Берем и делаем. А еще что-то планируете? Или пока сосредоточено на концерт? Пока сосредоточено на этом. Планируем, соответственно, с один вол еще проводить пару мероприятий, но о них пока говорить не буду. Скажем так, оставим небольшим секретом. Ольга, ну я хочу пожелать и вам, и Роману Николаевичу большой удачи в вашей работе. И я думаю, что вот с такими молодыми людьми, как Илья, как Сергей, все получится. А, дорогие телезрители, молодежь, как мы уже сказали, ну, конечно, формально она ограничивается возрастом, но мы же с вами понимаем, что на самом деле все от состояния души зависит. Так что тоже присоединяйтесь. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры сделал DimaTorzok